Приветствую вас, геймеры! Это канал Alex and Play. Мы продолжаем играть в мод Kaiser Redux за ТШ. Продолжается наша кампания. В прошлой серии мы доиграли до съезда, потому что у нас уже впереди выборы. И смогли победить западный командный центр. Сама Амара Брэдли, командующего, марионетка федералов и Маккартера. Но тут уже не Маккартер сидит в Соединенных Штатах, а Вильям Лехи, Лехи, Леха, короче, сидит там. Нам сложно будет. То есть нам-то нормально будет, но посмотрим, кто тут победит. Но мне кажется, у федералов нету шанс. Ну и в принципе нету ни у кого шансов. Тут победит американский союз, и мы вместе, потому что мы с американским союзом и Хьюлонгом временно союзники. Сражаемся против всех вместе. Ну и осталось тут добить, в принципе, командный центр. А тут войска, кстати, федералов остались. Да, тут даже самого командного центра нет войск. Поэтому сейчас мы быстренько разберемся с ними и пойдем уже, наверное, я буду подводить войска к объединенным синдикатам. Давайте попробуем синдикатов завалить. Кажется, они более слабые, а потом уже примемся за Конституционную Американскую Республику. Вот. Ну и давайте будем смотреть. Я же проводил выборы в сообществе. Ну и давайте тут посмотрим, кто побеждает на демократическом съезде. Побеждает Олд Дисней. 53%, поэтому берем. Хотя это нас особо и не волнует. Давайте выбираем Дисней. Сейчас мы будем дальше. Пока пускай наши войска добивают. Сейчас съезд Конституционная реформа. Давайте прочитаем. Луис Мэйер является соучредителем и основным союзником ТЭШа, являясь ведущим членов Республиканской партии. Несмотря на то, что он не занимал свой пост, помогал координировать пропагандистские усилия через свою кампанию. Однако он и его союзники в Конгрессе недавно пренебрегули реформы Конституции, которые по их утверждению получат необходимую поддержку США, позволив неродным гражданам баллотироваться в президенты, если они являются натурализованными гражданами. То прямо как Мэйер явно рассматривает возможность баллотироваться на бой с президента, хоть он и родился в Российской империи. Получение его поддержки и поддержки других эмигрантов может быть полезным. Даже если некоторые местные жители возмущены реформой. Я так не думаю. Стабильность получим. Пускай мы получим полит. Но я тут думаю, что все-таки я так не думаю. Давайте не будем. Дисней принимает проект. Олд Дисней принял предложение выдвинуть его кандидатом от Демократической партии. В своем публичном заявлении он заявил, что его кампания будет направлена на преодоление политического раскола в стране и придаст стране столько необходимую стабильность в форме американской морали и ответственного управления. Это облегчение для Демократической партии, которая последние несколько месяцев страдает от раскола. Мы спасены. Ну и ждем республиканского съезда. А вот и республиканский съезд. Давайте посмотрим, кто там. Кандидаты от республиканских партий наконец-то выдвинулись на 1937 год. И первые кандидаты в президенты Роберт Тафт и Фрэнк Мэриэм были выдвинуты. Кто будет выдвинут кандидатом от республиканской партии? Давайте посмотрим, кто тут побеждает. Тут Фрэнк Мэриэм победил. 45%. Поэтому выбираем его. Ну и добиваем тут окруженцев. Федеральных. Так все, мы разобрались. Великолепно. Тут еще у нас армия. Давайте тут такого генерала добавим. И дивка у нас появляется. Нормально. Так. Что нам больше не хватает? Больше ментовок сейчас. В данный момент ментовок не хватает. И что-то не производится. Морской бомбер. Ну давайте. Поставим его. Так. Карьер или навол? Просто навол бомбер. Нет. Все-таки. Вот этот вот. Для авианосцев. Давайте чуть по авиации все-таки поменьше. На одну. На один заводик тут поставим. И все-таки пехотку тут я добавлю. Еще 3D заводиком. Все. Убираем план. И давайте его попытаемся отправить. Отправить его на синдикатов нашего Арнольда. Почему бы и нет. Так прокачать тут можно. Наверное геном. Генералом. Ну нет. Пока не можем здесь. Так. А этот мужик может прокачаться. Тоже особо ничего. Так. Ну. Мастер снабжения дадим. Мастер наступления. Нашему фельдмаршалу. Здесь тоже. Оффенсив. Наступление. Возьмем. Ну. Херст вступает в борьбу. В шокирующем движении. Ульям Рендольф. Херст бросил свою шляпу на ринг. Произнеся речь за пределами замка Херста. О том. Что Тихоокеанские штаты должны прийти к соглашению о прокрашении огня с генералом Маккартером. Ну где генерал Маккартер? Там не генерал Маккартер уже сидит у федералов. Ну ладно. Он пообещал что когда его изберут президентом. Он сдержит обещание Маккартеру уйти в отставку. Тем временем положит конец преступности. Синдикализму и безработице в Тихоокеанских штатах. С помощью государственных программ. Спонсируемых его национальной демократической партией. Которая официально является еще одним отделением от демократической партии. Абсурд. Ну допустим. Так. Демократическо-республиканский съезд 37-го года. У демократической республиканской партии есть 5 кандидатов на выдвижение в 1937 году. Окружной прокурор Сан-Франциско Эрл Орен, губернатор Вашингтона Кларенс де Мартин, сенатор Калифорнии Уильям Гибс, Макаду, губернатор Регона Чарльз Спрейк и владелец калифорнийской газеты Манчестер Боди. Которая баллотируется по более популистскому личностному ориентированному билету. Кто будет кандидатом? Давайте тоже посмотрим. Почему бы и нет? Кто тут победил? Тут победил Чарльз Артур Спрейк. 48%. А кто он у нас тут? А, он губернатор Регона. Понятно. Ну давайте. Он побеждает. Ну и наши войска пускай пока подходят. АПВ Прогрессивное Единство. Прогрессивная партия, по-видимому, поглотила местную партию Америка прежде всего. И произнала к более тесному сотрудничеству с Хью Лонгом. В войне и к проведению новых президентских выборов. Как только большая часть Америки высоединится. И что, несомненно, является попыткой дальнейшего объединения прогрессистов как в Лонге, так и на территории ТШ. Сам Лонг похвалил партию за ее мерканизм и желание помочь простому человеку и произвел общество разделе богатства помочь прогрессистам. Подлый ублюдок. Создание интернационального авангарда, но это нам не интересно. Съезд прогрессивной партии 1937 года. Праймерис прогрессивной партии 1937 года начинается. На почти оспариваемом съезде изгнанные активисты Зайовы и видный союзник фермеров-либористов Генри Оуэлес, бывший губернатор Калифорнии, и союзник Теодора Рузвельта Хайрам Джонсон. Давайте посмотрим, кто здесь победит у нас от прогрессивистов. Тут... Так, ну это Содружество. А почему-то... Стоп, я что-то... А, блин. Я забыл написать. Какой я лох. Я забыл. Ну давайте Хирома Джонсона. Хайрам Джонсон. Пускай будет. Вот это я лоханулся. Забыл добавить на голосование прогрессивистов, к сожалению. Ну ладно. Так, ну давай наступать. Почему? А чё ты? А почему? Американский союз не воюет? А-а-а! Я понял. Он не заключил. Он не заключил... То есть он заключил мир с леваками. Понятно. Блин, тогда нам надо воевать с Конституционной Американской Республикой. Тогда подводим войска туда. Что поделать? Так, у нас машинки есть. Очень мало. Не, не получится тут снабжение наладить. Ну ладно. Номинация Содружества. Партия Содружества, которую иногда неофициально называют левыми демократами из-за их активности в лево-радикальном крыле демократической партии, собралась сегодня для своего первого выдвижения. Вдохновленный бывшей компанией Синклера покончить с бедностью в Калифорнии неудивительно, что радикальный актист является ведущим кандидатом. Но имеет удивительно сильного соперника в лице сенатора штата Калифорнии Калберта Олсона. Но кто победит? Давайте посмотрим. Вот Содружество я написал. Но все равно Эптон Синклер. Побеждает 78%. Берем его, поэтому. Страшилки Херста. Уильям Рендольф Херст, человек известный тем, что его не любят простые люди на личном уровне. Использовал свои документы, чтобы убедиться, что люди все еще считают его единственным жизнеспособным вариантом. Газеты Херста обязательно публикуют статьи о количестве погибших в результате войны с Маккартером, в которой Херст обещает положить конец, причем цифры, которые эксперты называют завышенными. Кроме того, он опубликал все больше историю о местной преступности, разгуле как синдикалистов, так и гангстеров. О заговоре Канады, Японии против Америки. И, что самое нелепо, о заговоре других сторон СОСА. Черт бы побрал эту его желтую журналистику. Да, вот, что-то он несет прям дичь. Мы потеряли всего от федералов полторы тысячи человек. Ну, ладно, западные... Всего шесть тысяч человек мы потеряли от федералов, потому что, в принципе, командный центр тоже можно считать как за федералов. Ну, вот, мы снесли 18 тысяч тихоокеанцев. То есть, да, мы снесли западному командному центру 17 тысяч. Американский Союз 17 тысяч. В итоге 35 тысяч в потере у них. Соединенные Штаты Америки 65 тысяч потеряли. Мы им снесли 43 тысячи человек. Американский Союз 21 тысяч. Ну, вот, Конституционная Американская Республика, пока только Американский Союз 36 тысяч снесли. И Тихоокеанские Штаты... То есть, Американский Союз потерял 94 тысячи, а мы всего шесть. Поэтому все довольно-таки неплохо. Вот. Пока что все идет. Сейчас скоро мы наступление начнем. Так, войска наши все пройдутся, и мы начнем наступать. Ладно, давайте наступать на националистическом фронте. Прожмем решение еще. Так, ну, у нас, в принципе, винтовочки появились. Можно поатаковать. Потому что тут ждать, пока все эти войска наши разойдутся, можно в целый час. Поэтому давайте наступать на националистов. Так, и здесь улучшенная доработка снаряжения. Ха, скорость доработки снаряжения. Фига я такого не знал. Я думаю, тут конверсия будет. Ну, тут какая-то штука. Давайте истребитель, пока ладно, все равно качать. И наступление, пока у нас вроде даже получается. Сейчас, Мемфис возьмем. Будем атаковать, пока можем атаковать. Спиритулистическая партия поддерживает Херстас. Спиритулистическая партия — это смутно правая организация, объединившая различные маргинальные организации, связанные с конспирологией и неортодоксальными религиозными убеждениями. Среди других прибыльных новых верований партию возглавляет Эдвин Лонг-Стрит-Бодин. И поскольку он просто слишком незначительный, чтобы выиграть выборы, он согласился поддержать Уильяма Рэндольфа Херста, пообещав защитить мистера Херста от шпионов-синдикалистов, восхвалял его антибританскую позицию. Компания Херста ценит этот жест, хотя и уверена, что не поблагодарит их слишком публично. Что за шизоид? Да уж, забавно. Так, давай танковые контракты возьмем и прокачаем доктринку немножко. Так, кстати, у нас красная гвардия поменьше. Слабое сопротивление, великолепно. Тут организованное сопротивление клана пока что. Надо уменьшать его влияние, чтобы было проще. А вот и выборы. Наконец-то приближаются выборы. Каждая партия надеет занять свое место в президентском кресле. Благодаря многочисленным партиям, участвующим в президентских выборах и системе, впервые прошедший пост, партия, набравшая наибольшее количество голосов, несомненно, получит непропорционально большее количество мест в Конгрессе. Ну и давайте посмотрим, кто у нас победил. Обновляю страницу при вас. Обновляю страничку. Надеюсь, обновится. Страшно. Виснет немножко. Коалиция демократов и республиканцев. Сорок три процента. Национал-демократическая партия всего тридцать девять процентов. Поэтому выбираем коалицию демократов и республиканцев. Да, победа демократов и республиканцев. Все, сейчас вот Чарльз. Подожди, сейчас. Кто? Спрейк, да. Чарльз, Спрейк. Да, все нормально. Давайте, кстати, вот этот, сейчас я уберу фокус. Возьмем фокус его. Так. Где тут? Почему-то я не понимаю, почему тут фокус пропустился. Что, типа, этот, но нифига. Мы берем избрание демократов и республиканцев. Вот такие у них фокусы. Давайте посмотрим. Можете прочитать описание. Мы его пропускаем пока что. Вот справедливые трудовые стандарты можно взять. Да, я думаю, мы сюда сначала выйдем. Вот такой вот фокус. Давайте посмотрим, какие мы сегодня возьмем. Инфраструктуру тут получим. Закон об электрификации сельских районов. Национальный закон о жилье возьмем. Фабрики получим. Ячейки строительства. То, что замечательно. И социальное обеспечение. Это тоже прям хороший. Бафы на фабрики. Эффективность производства. Шикарно. Ну и, наверное, закон. И движение поселений тоже возьмем. Подрыв доверия. Закон о ценных бумагах. И движение за эффективность. Тоже хорошие тут бонусы получим. Вот так вот. Такие фокусы у демократической республиканской партии. Ну давайте тут дальше наступать. Джексон пытаемся брать. Мобил тоже надо занимать. Пытаться. Так, Мемфис тут сейчас возьмем. Пока наступление проходит довольно-таки неплохо. Пробитие есть. Да, слабоватое, но оно есть. Открицать этого нельзя. Так, еще у нас военный завод. Давайте тоже на винтовки пока поставим. Так, Мобил мы заняли. Давайте дальше пытаться захватывать порты. Монгомери можем попытаться взять. Если получится. Да, получается. Более-менее. С Мемфисом пока хреново. Но Сент-Луис мы забрали зато. Да, пока Сент-Луис хотя бы взяли. Так, пробиваемся. Тут справедливые трудовые стандарты взяли. Теперь давайте национальные законы жилья. Монгомери. Вот Монгомери сейчас пробьем, кстати. Давай вот сюда пробиваться. Пытаться. Бирмингем, чтобы взять. Американский Бирмингем. Так, здесь. Давайте добычу ресов возьмем. И что тут можно взять? Во. Ротобеспечение обязательно. Так, Монгомер получается пробивать? Да, вполне получается. А нет, защитники все равно пришли. Плохо, плохо, плохо. Так, ладно. Давай. Талахаси возьмем. Ну, попытаемся, по крайней мере. Ну, мы неплохо даем националистов. Мне нравится. Как все тут происходит. Прям. Великолепно. Ну, давайте атаковать ячейки Красной Гвардии обязательно. Появился тут непереведенный ивент, поэтому давайте его прочитаем. Ну, вот через переводчик. Адмирал Лихи делает предложение. Сегодня мы получили любопытное предложение от федерального правительства Вашингтона и округ Колумбии. Это совсем другой Вашингтон, чем тот, который мы знали всего несколько месяцев назад. Любое подобие демократического правления было стерто с лица земли, когда Дуглас Маккартер взял под свой контроль страну и стал тираном. Однако адмирал Уильям Лихи, а также множество недовольных политиков и военных офицеров свергли Маккартера. А, вот оно что. Теперь планируют восстановить демократию в любой возможной форме. Удивительно, но их план для этого включает в себя наше собственное правительство, которое, по их словам, могло бы служить законным преемником старого правительства Соединенных Штатов. Если мы согласимся на прекращение огня, говорят, они согласятся назначить Чарльза Спрега новым президентом Соединенных Штатов с военно-морским флотом США и играет повышенную, хотя и временную роль в правительстве, как спасители демократии. Это, безусловно, взрывоопасное предложение, хотя этот новый режим в лучшем случае сомнительный. Возможно, мы можем им доверять, что нам делать. Мы не запятнаем наше дело, работая с автократами. Сделка для всех американцев. Чего еще раз? Мы не запятнаем наше дело, работая с автократами. Ну да, тут как бы стабильность. Ну давай попробуем взять первый вариант. А, подожди. Нет, надо... Блин, все-таки неправильно. Я идиот. Надо взять первый вариант, конечно же. Да, мы потеряем, конечно, здесь стабильность. Брос базовый, что там еще? Брос базовый. Поддержка войны. Но что поделать? И политвласть, но все-таки лучше. Давайте попробуем с ними договориться. Сбавимся от ячейки Красной Гвардии еще обязательно. Тоже сделаем. Так, тут у нас пока получается атаковать. Мы взяли Монгомер практически. И этот. Чего? А, мы все-таки с ним подписали мир. А он все новое юит. Забавно. Главное, чтобы мы сейчас с ним подписали мир. Хорошо. Нам надо сначала с националистами разобраться. Ладно, тут они пускай захватывают. Пофигу. Пускай делают, что хотят. У нас все равно командный центр тут будет сидеть. Его никак не капнут. Поэтому все в порядке. И мы не будем воевать пока с Лонгом, надеюсь. Потому что если вдруг с Лонгом начнем воевать, это будет жопа. Если внезапно. Потому что мы абсолютно не готовы воевать. Тут, кстати, саванну можно попытаться взять. И тут неплохо так заготлить их. На юге. Закон об электрификации сельских районов. Возьмем. Так. Ну, конечно, давайте военные заводы пока строить. Так вот сделаем. Нажмем. Ну и верфи пока конвои. Пока конвои только будем строить. Вот так вот. Тут есть реальный шанс нам порваться. Мощно. Что-то нам поддерживают наше сопротивление. Кто-то канадцы, наверное. Так. Вот сюда иди, пожалуйста. Давай, давай. Тут надо обязательно это сделать. А, не-не-не-не. Блин. Блин. У нас так не получается здесь. Давай вот попробуем все-таки зайти сюда. Сделать неплохой котелок. Блин. Надеюсь, что получится. Потому что хочу это сделать. Давай. Да блин, не получилось. Жаль. Очень жаль. Падение Атлант. Атланты. Да. Смотри, мы взяли Атланту. Нихера себе. Наши союзники. Лонг. Фига он сделал тут. Это мощно прямо. Это исход войны может поменять. Потому что, да. Сонно. Американская республика. Тут уже на 53% готова к капитуляции. Синдикаты на 57%. Пока все за шибок у нас идет. Тут вот на юге надо разобраться с ними. И все будет по кайфу у нас тут идти. Забавно, что мы все равно сможем на них напасть. Странно тогда это все выглядит, конечно. Ну, допустим, допустим. Тут надо давить их. Обязательно на юг, чтобы тут окружать. Отлично. Закон об электрификации сельских районов взят. И отдать социальное обеспечение. Возьмем. Так. Тут атака. Но умная атака. С двух сторон. А не в одну точку долбиться надо. Тут попытаться сходить вот так в Майами. Порваться. Обязательно. Утка Командос против Клана. Чего? Новая постановка Диснея А. Снова делает то, что должно было быть сделано давным-давно. И представляет забавный короткометражный анимационный фильм, которым дети могут наслаждаться за счет Конституционной Республики Америки. Все начинается с того, что Дональд Дагг с юмором приземляется в Северной Флориде. Едва спасается от того, чтобы его съели аллигатор. Затем он продолжает уворачиваться от снайперов Клана, нарисована как четкие стереотипы южан, прежде чем случайно уничтожить базу вражеского флота. Лол. Дети получают доступ к фильму бесплатно. Да, вполне, давайте. Почему бы и нет. Тут бесплатно надо это сделать. Это прям очень необходимо. Так, тут давай порт захватываем и попытаемся в Майами выйти. Ход Майами. Так. Здесь вот так вот попытаюсь выйти. Блин, в Майами все-таки кто-то сидит, какой-то хрен. Печаль, вот это плохо. Неприятно, что тут сидит какой-то хрен. Ну мы вот так вот сделаем. Пробуем долбить их с двух сторон здесь. Ну мы в Майами рано или поздно возьмем все равно. Так, ну почти взяли Майами. Давай пробиваем. И почти взяли саванну. Давай, все, 12 февраля взяли. Майами. Так, ну давайте еще винтовки. Все, потом будем уже приходить на что-то другое. Тут вообще нам надо разбираться с... Ну давай, во. Тут надо закотлить этих придурков. Южноамер... Что-нибудь вот сюда выйти. Тут тоже попытаться Колумбию пробить. Как-то их тоже на югах тут закотлить. Пока это не очень хорошо у нас все выходит. Здесь военную полицию давайте. Ну и еще, конечно, военные заводы. Давайте военные заводы еще построим. Опа. Больше военных заводов. Больше. Так, ну и план. Давай подредактируем. Что сломался из-за синдикалистов. Не-не-не. Неправильно. Блин, он себя нарисует как на весь. Ну ладно. Ну сейчас хорошо Конституционную Американскую Республику добьем. Опа. А, канадцы хотят нам шесть дивок послать. Добровольческих. Замечательно. Шикарно. Ну мы уже к столице подходим к их. Пытаемся ее атаковать. Чарлистон тоже пытаемся брать. Уже. Быстрее. Скоро возьмем, я думаю. Так, тут, ну давай вот сюда, естественно, пробиваться. Дальше. О, все. Пробитие Луисвилла пошло. Это хорошо. Сколько у них, кстати, по капу? Ну уже скоро, кстати. Делал 7%. Нормально Луисвилл взять, и все, это кап будет, я думаю. Ну и тут тоже Чарлистон. Хапнуть, и будет нормас. Тут еще какой-нибудь городок просто. Приколы взять, все, и отлично. Так, вот это мы пока не можем взять. Поэтому давайте. Пока в экономику во время войны лучше уходить. Тоже попытаться подкачивать. Давайте либеральное налогообложение возьмем. Все-таки. Так. Давим, давим. Быстрее. Так. Пытается? Получается? Ну вроде да. Так. О, сейчас мы окружим Чарлистон. Тоже великолепный. Мы тут тоже попытаемся додавить. Гринвилл, но тоже пока. Опа. Красиво. Давайте Луисвилл долбить. Еще сильнее. Должны его взять, я думаю. Стейнбек. Джон Стейнбек выпадал свою новейшую книгу «Гроздья гнева», которая рассказывает историю семьи на границе Оклахомы, и Миссури, сплошающейся от сочетания пыльного котла и борьбы между минитменами и старыми демократами. Однако семье трудно въехать в Калифорнию, ей нужно пробраться через западный командный центр, только чтобы быть встречены с ненавистью местными жителями, которые рассматривают их как угрозу рабочим местам, или требуют, чтобы они боролись за них. Получая неоднозначные отзывы среди общественности, наши политические советники, похоже, тронуты этим. Это благоприятствует антиконсервативной политике. Интересно. Так, тут, ну давайте дальше прокачивать вооружение и технику. Я думаю, ну сегодня мы должны капитулировать товарищей. Так, сон на американской республике. Классно, но я буду отдавать все США, наверное. Давайте пропустим. Что-то США надо отдать. Себе я просто не знаю, что тут забирать. Да, Флориду заберу, чтобы потом их отвлекать. Тут вот это, да, тихоокеанцы возьмут. Тихоокеанцы, говорю. Наверное, нам надо против Лонга будет вступать скоро. Потом давайте отведем войска наши. Так, а сколько тут перемирия-то будет? Насколько мы заключили с ним мир? Пока с синдикалистами сражаться не будем. Я помог сейчас в США, на самом деле. Давай. Давайте, вроде, плохо. Пофиг на перемирие. Нападем все-таки на американский союз. Потому что, видите, какой новый союз неожиданный появился у нас. Я считаю, что, в принципе, надо это сделать. Сейчас с этой дивизии выйдет, и все нормально будет. Потому что нам с синдикалистами это никак сейчас не сразится. Вот в чем проблема. Прямо серьезная проблема. Давайте посмотрим, что тут взять. Вот это, да. Так, по записи. 35 минут. Ну давайте, на самом деле, закончим над этим. Вы мне напишите в комментариях, пожалуйста, стоит ли через щиты объявлять войну американскому союзу и помогать федералам, чтобы с ним закомбетчить. Просто кто знал, что такой у нас будет неожиданный поворот, что мы в США сможем подружиться. Поэтому давайте это сделаем. Ну и создание ГКОС. Так. Возьмем тоже. Ну потому что в принципе серия такая хорошая. Получилось мы убрали одного врага конституционную американскую республику. Уничтожили. В принципе неплохо. Я думаю, что в принципе с Соединёнными Штатами можно и помочь им победить. Мало ли реально, мы сможем просто с ними спокойно объединиться. Без проблем. если вот этот вот Вильям говорит правду. Ну в принципе ему стоит верить, потому что он свергнул Маккартура. Это уже что-то им значит. Конечно мог это свергнуть просто так, потому что он хотел тоже власти. Возможно. Но мне кажется, что всё-таки он говорит правду и с ним стоит помогать ему. Стоит дружить. Обидеть войну мы всегда в случае чего им сможем. Американскому союзу мы так не можем. Поэтому придётся через счёты. Поэтому я жду ваших комментариев. Обязательно их пишите. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео если оно понравилось. Пишите обязательно комментарии. Комментируйте. Очень важно. Помогает продвигать видео. Также если у вас есть возможность повторяю подчеркиваю. Если есть возможность вы можете задонатить по ссылочке в описании. Если конечно у вас с финансовым положением всё в порядке. Можете поддержать канал если хотите. Много не надо хотя бы 10 рублей. Спасибо кто сможет это сделать. Потому что тяжёлые времена монетизации не будет. Хотя я уже приближаюсь к тысяче подписчиков. уже монетизация была всё было отлично. Но увы такого нет. Поэтому всё подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и знайте что самое интересное ещё впереди а интересное точно будет. Всем удачи и пока. пока.